Темпы переселения из ветхого аварийного жилья в городе остаются на высоком уровне. В этом году планируется переселить 290 муравленковских семей. Первым новоселам уже вручили ключи от квартир. Подробнее в сюжете Валерия Чижик. Еще вчера маленький Саша строил из конструктора свой новый дом. А уже сегодня его семье вручают ключи от новой квартиры. В ближайшее время Жанна Москваленко с родными переедет в просторную и уютную двушку. Квартира очень хорошая, мы очень рады. Все, заедет наша вся семья, они вообще там будут на седьмом небе. Понравилось, все понравилось по сравнению с деревяшкой, все. От ада я до винтика. К переезду готовится и Надежда Курницкая. В доме на улице Новоселов 24 она вместе с мужем и дочерью прожила 19 лет. Сегодня она впервые переступает порог своей новой квартиры. Эмоций не скрывает. Ванна хорошая, большая, спаленка нормальная, и зал, а кухня вообще обалдеть. Так что... Уже планировку придумали? Уже, уже. Сейчас поеду по мебельным магазинам. Сегодня четыре семьи впервые увидели свои новые квартиры. При знакомстве с жильем осматривают каждый угол. Расиму Тихомирову интересовал вопрос о ширине дверных проемов. По ее мнению, они недостаточно широкие. Специалисты поясняют, в индивидуальном порядке можно решить вопрос застройщика. Для этого необходимо обратиться в управление муниципального имущества. Но проекты всех квартир отвечают техническим требованиям. Все жилые помещения просторные, отвечают необходимым санитарным, техническим требованиям. И я уверен, что они будут радовать каждую семью, каждого человека, кто будет там проживать. Переезжают жители в новостройки на улице Дружбы народов. Это дома построены из панели МХМ. Одно из преимуществ новых домов – огнестойкость. Но самое главное – это отсутствие усадки и энергоэффективность. Высокий уровень теплоизоляции и звукоизоляции. Конструктив данных домов состоит из железобетонных свай с монолитными ростверками и железобетонным сборным каркасом. Стены и перегородки из панели МХМ, которые обшиваются металлическими кассетами с утеплителем, минераловидной плитой. В этом году в Муравленко планируется расселить и снести более 40 домов. Новоселье справят 290 муравленковских семей. Жилое помещение в новостройке предоставляется по фактически занимаемой площади в аварийном жилье. То есть не менее тех квадратов, которые граждане занимают в аварийном жилье. Здесь ключевым моментом является, состоят ли граждане, проживающие в аварийном жилье, в очереди на улучшение жилищных условий, либо не состоят. До конца года в эксплуатацию будут сданы еще две новостройки в микрорайоне Молодежный. В них переедут жильцы, проживающие в 11 и 13 доме на улице Губкина. С переездом в уютное жилье в их жизни начнется новая глава. Какое она будет? Все зависит от хозяйки. Валерия Чижик, Андрей Нагибин, Владислав Дроботов, Новости Муравленко.